друзья всем привет сегодня предлагаю порисовать вот такую вот зимнюю акварель рождественскую открытку идею я взяла в интернете и немножко ее видоизменила я думаю вы можете порисовать ее с детьми так начинаем нарисовать акварель меня вдохновила вот эта работа известного российского художника иллюстратора виктора низовцева у него очень много красивых ангелов и в образе девочек и мальчиков и я хочу предложить вам порисовать сегодня вместе со мной мы окунемся в атмосферу рождества волшебства и сказочных грез берем акварельную бумагу у меня а 4 формат 200 грамм и конечно же готовим акварельные краски невская палитра у меня и готовлю пластиковую палитру также беличьи кисточки делаю эскиз карандашу вы можете конечно изменять сами эскиз как вам нравится добавлять детали возможно вы захотите добавить снегиреи или синиц ну и затем уже приступаем к работе акварелью я беру желтый цвет смешиваю с лимонным желтый кадмий и затем начинаю прописывать окно время новогодних каникул это как раз время заняться любимыми делами творчеством вместе с детьми поэтому творите друзьям не упускайте такую прекрасную возможность узнать лучше своего ребенка больше рисовать но мне хотелось после долгого перерыва в работе с акварелью вновь почувствовать этот материал а также я сегодня буду добавлять еще соль чтобы создать интересный эффект и так прописываем контуры сделаем заливку окна ну а затем я буду писать уже фон за окном стена дома беру синий цвет ультрамарин и контуром прорисовываю ели добавляю фиолетовый оттенок и самое интересное начинается сейчас просто волшебство когда вы сырую акварель посыпаете кристалликами соли и соль начинает разъедать цветовой пигмент и получается как бы морозная такая фактура изморозь как раз очень здорово это смотрится именно на зимних фактурах на изображении зимы и стужи морозных окошек попробуйте я думаю вам понравится но потом просто стряхнете соль продолжая работать с фоном с ультрамарином фиолетовым оттенком и посыпаю солью мокрые места дозаваем мокрые места мокрые места Затем я работаю уже с написанием сугробов, более темный оттенок прокладываю под ветками ели и формирую уже сами сугробики. Голубым цветом я рисую как раз мохнатые лапы ели, на которых очень много снега и ветки такие тяжелые, наклонились под снегом. У нас сейчас на Урале очень снежная зима, много-много снега в этом году и как раз в лесу можно наблюдать эту красивую зимнюю сказку. Желтым цветом я намечу фонарь, а также сделаю первый тон лимонным и желтым кадмием. Нарисую волосы у девочки, она у нас блондинка и нарисую две косички. Добавляя коричневые оттенки, охру, можно нарисовать тени и как раз объем заплетенных косичек. Затем начинаем работать над платьем нашей девочки-ангела. Берем желтый оттенок, очень прозрачный, много воды, мало цвета и разделаем такую растяжку, заливку этого платья. Немножко добавляем нежно-голубого. Оттенки должны голубого цвета обязательно присутствовать и в желтом платье. Так это будет смотреться гармоничнее. Нарисуем вязаные носочки девочки, тоже такими желто-охристым цветом. И нарисуем ящик, на котором стоит девочка-ангел и заглядывает в освещенное светом окошко. Смешиваем оттенки синего и коричневого, охра и голубой оттенок дают вот такой уже сложно зеленый охристый цвет. Пишем штору, тоже нежными такими движениями, побольше добавляем воды, желтый и голубой цвет смешиваем. Это немножко вторит платье девочки-ангела. По сырому прописываем складочки и также рисуем сам подоконник. Розовым и бежевым цветом прозрачно прописываем румянец девочке. Можно затем убрать яркую каплю, немножко растянув, растушевав цвет. А здесь я поближе показываю работу, как она выглядит фактурно с солью. Здесь еще краска не высохла и соль еще присутствует на бумаге. А сейчас мы будем рисовать зеленые веточки, которые выглядывают из белых сугробов. Изумрудно-зеленую акварель я смешала с синей, чтобы зеленый приобрел такой холодный оттенок. И сочетался с фоном нашей работы. Смешаю оттенки коричневого и золотистой охры и еще раз проработаю прическу нашего ангела. Нарисую ей реснички, также контуром нарисую ее ладошки. Сейчас я сделаю тени под елочкой, под этим ящиком, на котором стоит девочка-ангел. И нарисую немножечко складки на ее платьишке. Смешаю оттенки коричневого и золотистого цвета. Затем на синего и теперь буду рисовать досочки на ящике. У нас такой деревянный ящик, прорисуем все досочки, тени сделаем. Затем поработаю белой гуашью. Я именно ей буду рисовать снежинки. Беру маленькую кисточку беличью номер один и буду такие капельки рисовать снежинки. И также еще буду делать блики на платье на окне. Это, наверное, самое приятное делать детали. И вот уже перед нами зима с ее стужей, с ее пушистыми снежинками. Сразу какая-то магия и волшебство. Теперь смешаю темно-коричневый и синий и буду рисовать наш фонарь. Смешиваю оранжевый и желтый цвет, чтобы передать свет фонарям. А сейчас ко мне пришел мой рыжий Степашка посмотреть, что я здесь рисую. Без него, конечно, ни одна работа не обходится. Все под его строгим контролем и поддержкой. Добавим немножко теней. Также нарисуем тени от ножек и нарисуем носочки. А сейчас я буду заниматься тем, что проработаю пальчики, прорисую немножко лицо, но детали будут не видны, так как все-таки ангел заглядывает у нас в окно. Нарисую крылышки золотые, перышки чуть-чуть покажу тоненькой кисточкой номер один. Также можно еще и изобразить морозные узоры с помощью белой гуаши. Теперь займусь окном. Раму нужно прорисовать, потому что штора все-таки находится за рамой. Мы смотрим с улицы, из окна и поэтому она должна быть ближе к нам, а шторка находится в комнате. Поэтому мы исправляем немножечко рисунок и делаем тени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И еще больше добавляем морозных узоров. Можно также в белый цвет немножко добавить голубого, чтобы изморозь была и белая и голубоватая. Тоненькой кисточкой можно поработать с деталями, нарисовать складочки у платья, положить тени, где-то добавить контуров. Это самое приятное, когда уже основные пятна готовы и мы можем прорабатывать детали. Сильно я ее прописывать не хочу. Хочу, чтобы не потерялась акварельная свежесть работы без излишней детализации. Только слегка-слегка подчеркнуть рисунок, перышки, косички у девочки, чтобы работа такую законченность приобрела. Ну что ж, друзья, вот такая замечательная, милая, уютная картинка у нас получилась. Надеюсь, у вас тоже получилась прекрасная акварель, которую вы могли создавать вместе с детьми, наслаждаться этими уютными зимними вечерами, создавать что-то прекрасное, узнавать лучше своего ребенка и верить в волшебство, а может быть придумать какую-нибудь сказку. Поздравляю со всеми наступившими уже праздниками, с Новым Годом, с Рождеством. Желаю вашей семье мира, добра, света, внутреннего покоя, семейного тепла и много-много чудес. Пусть ваши мечты непременно сбываются в этом году. Ну а теперь добавим новогодний декор и совсем другой вид уже приобретает наша акварельная картинка. Она становится такой праздничной, торжественной и немножечко волшебной. Так что творите чудеса, ведь художники, они настоящие волшебники. Возьмите кисть, краску и творите, друзья. Нового вам вдохновения в Новом Году. Буду ждать вас на своем канале. Всегда рада. Пишите свои комментарии. Всем чудес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok